Let's go, let's go, друзья, смотреть вторую карту этого головокружительного, просто нереально, головокружительного финала Asus Spring Cup. Ну вот, к сожалению, конечно, да, не так много народу смотрит, но я уверен, записи потом можно будет пересматривать, потому что реально есть на что посмотреть. Ну что, я готов, я готов, меня здесь ждали, я пишу рейди, у двух парней уже были дропы, крэши, всё такое. Миндэ, атака, карта ДЦ, одна карта за ними, один матчпоин за ними, на табло, в принципе, вы можете видеть это всё слева сверху, пока что он убирается перед запуском матча. Привет, 3D5Zigin и Emotion Tushkan, вот, просит передать опи. Ну, ребята из Азербайджана сейчас, конечно, стараются, стараться будут изо всех сил играть на ДЦ. У меня был небольшой краткий прогноз от негатива, но я промолчу, потому что я не хочу каркать. Вот, ладно. Тем временем, негатив и его команда готовятся к Индонезии, играют сейчас без доната Праг. Такие дела. Так, ну что, Грей Хитач, Грей, БК, Хитач уже прошёл, Минды играют, в принципе, без альфы, без быстро альфы, то есть не занимают вот это пространство. Не играют под улицу, будут держаться контроли медла, у Азербайджана же хост, и они растянуты по карте. Всем. Два альфа, полинг, дом, Матео, Зик, Хопи, бета, и выход пошёл от Зуана первый, проброс в дом на изоляцию, Хопи, Джонни минус Матео. Так, тут размен гранатами очень хороший такой произошёл, знаете, прямо добротный. Куча хаея, в общем, Зуан здесь 10 хп просто остаётся, еле-еле уходит, и Хитач уже нарезает второго игрока защиты, и тем временем идёт стяжка под альфу, в принципе, логичная, читаемая, но ещё не открылись окончательно. Вот Зуан будет, кстати, ключевым звеном, одним из ключевых игроков, который просто попытается здесь протаранить медлу, если у него это получится, будет много всего интересного. Ну, пока что просто обычное ожидание, врыв, и 10 хп спасает Зуана, лол! Грин разменял, но это придаёт уверенности, но 4 в 2, как бы, пробитая альфа, боятся только читака, и обратите внимание, что, кстати, игроки команды WoW играют без читака, так же, в принципе, и минды действуют, не взял никто читак на 5 штурмовиков. Что же это за ДЦ пошло? Ну, и здесь просто пошёл разрыв, полинг остаётся у нас последний, и его, как видим, забивает в этой, в этой половине игры 1-0. 1-0 на второй карте финала. Ну, 40 тысяч рублей на кону. Хорошая сумма, хорошая сумма, хорошие призовые. Для онлайн это, по-моему, самое то. Ну, и квоты. Ну, в любом случае, в конце года мы увидим на лане игру команды WoW из Азербайджана. Ну, вот я ставлю, что эти парни на лане будут играть намного жёстче, чем в интернете. Вот у меня почему-то есть такое предчувствие, что... Ну, во-первых, это люди такого плана, которые не любят играть дома, да? Они играют постоянно из клуба, и вот в этом есть их бонус, как живое общение. То есть у них именно информационный поток постоянен, и с ним всё в порядке. Так, грин. У нас, как видим, Заркадий сейчас под Альфу. Чек ЦК, всё, его спалили, надо уходить. Получил немножечко в спину демейджа. Но, по-моему, это даже только на руку, то, что он сейчас отошёл обратно. Ну, не полез на рожон. Грей, Джонни, минус! ЦК, лол, убили Рока. Сурово. 3 в 5. Пока что медленно пытаются пройти под Альфу игроки нападения. Вернее, 1 хитач, 31 хп. Заван играет стяжку к нему. Скалл в центре, Джонни тоже стягивается. Это Альфа. Грей будет замыкающим спиннём. Попытается зайти, скорее всего, пройти подлиннее. И с просвета попытаться нащёлкать на этом расстоянии у помойки игроков защиты. Без проброса играют. Либо это будет жёсткий сплит в стиле КС. Либо это будет что-то ещё. Грин, кстати, сейчас услышал бочку. Всё понял, что это врыв. Но он идёт на заход. Его пытаются прострелить. Меняет позицию. Кстати, бонус. Ой-ой-ой! И вот он открывается! Хэдшот сразу просто вставит. Хитачу. No chains. От Грина. Но он понимает, что... Да, всё. Он увидел второго игрока за мусоркой. Отдаёт Альфу. Джонни открывается с центра, чтобы убить мусорку. Джонни получает. Один хп демейджа. Лолд Зван прошёл. На, в этот момент. Полинг минус грей. Попытка нашить. Выход с центра Джонни. Но здесь просто всех перемкнули. Скаллаз фраг против Полинга. 2-0. 2-0 в пользу Майнд. Тут они... В этом раунде они больше, я считаю, подначили как бы команду. Очень сильно подначили команду. Вов. Ну, манипулируют оппонентом. Вообще, я помню Майнд, когда играли с заменами на Старсерии в первом сезоне. У них было там очень жёсткое поражение команде GZ Pro. Вот. Но здесь уже просто не до поражения. Здесь уже не лига. Здесь чемпионаты как бы остаётся совсем немного. Остаётся всего-то чуть-чуть. Взять 10 раундов на этой карте. У команды Вов. И вот у нас уже здесь есть интересные действия от этого игрока. Как видим, пока что медно проходит через респаун. Набежал в спину. Альфу опять минды не законтролировали. Это возможная ошибка. Нет. Ждали, ждали, ждали его. Ждал Джонни. Зуан попытается замкнуть. Ну, Грину здесь надо наступать. И выбивать ещё один минус. В любом случае. Попытка почекать БК. На БК там кто-то был. Да, всё. Сейчас будут пытаться отбить респ. Либо будут быстро атаковать. Скал обходится сейчас в этот момент Грином. Ну, и Грин решил пойти просто в спину под БК. Минус отрока. Попытка убить Грея. Да, Зуан единственный, кто даёт размен. Скал остаётся последний. Благодаря тому, что стал охотиться за Грином. Ну, и выход в ЦК. Ох, там в ЦК такая компания, друзья. Просто жесть. Минус каска. Пытается попасть по голове сразу. Потому что не стреляется. Прыёй. Опс, 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 опс. Ох, Полинг тут его, конечно, красиво с дамского. Этот пистолет можно назвать дамский угодник. Вот. Ну, в данном случае, мышской угодник. Потому что угодил он именно Скеллу. Ну, ура. Просто ну, ура. 40 тысяч рублей. Эх, руки аж чешутся. Скал. Скал. Скел. Ну, вот теперь уже решили именно играть с Альфой. Просто из-за того, что прошёл парень. Теперь надо менять себе игры. Как бы здесь Вов уже поняли. Это чтиво. Так, пароч не занимали никто в упоре из игроков защиты. Хороший знак. Рока, граната минус грей. Вот попытка сыграть жёстко. Только где я? Так, ну тут факт. Не, как факт я просто не понял, где он его убил с гранаты. На заходе поймали? Где я? Странно. Матео. Полинг тем временем. Ладно, убивает. Забьём на это дело. Ну, и именно в меньшинстве. Какой-то постепенный раунд. 4 в 2. Чек от Хитача. Ну, так себе. Матео. Хитача сейчас. Ой-ой-ой. Как неудачно, конечно, полетела ХАЕ сейчас. Но с другой стороны нормально, потому что могли подумать, что оно совсем не так. Разводная пошла. Опи спрятался. Но нет, здесь перекрестный огонь. 2-2. Вов в защите пока что стоит стабильно. Пока стараются. Пока стараются, что можно тут ещё сказать. Но экшена мало. Экшена меньше, чем на ВВГ, друзья. Стараются играть медленно. Минды. Это очень сильно видно по их стилю, естественно. Ну, и все мы это заметили. Потоки информации, наверное, сейчас просто жёсткие. Вот на старой серии как-нибудь у нас будет несколько трансляций, где мы попытаемся зайти в TeamSpeak к игрокам. Вот. И послушать, о чём же всё-таки они говорят, какая информация и всё такое. Так, ну что, здесь пока что с ТК играют Майн. Заходят туда снова, пытаются пробиться. А-ля старая схема. Только отправили Скалл с ГРМ вновь под точку А. Там идёт размен им грин. И в итоге Джонни разменял... Да, разменялись они тут, грубо говоря, с парой, чем опи хитач. Вот сейчас, если хитач не убивает, Не-не-не-не-не-не, хитач видел, хитач видел здесь своего соперника. Он понимает, что убивать его здесь пока что никак. Это нереально. Грей. Минус опи. Тем временем... Перестраивается Майн для атаки на бету. Это уже, по-моему... Да, это, конечно, вариант атаки. Грин инфа. Всё-всё-всё, грин дал инфу. Здесь должны быть на стражу просто сейчас стоять ребята из команды. Вов! Выход парыч. Продинамили дом. Ох! Выходит. Рока стреляется. Минус один дает. До этого уйти. Два в два. Два в два. Грей красный практически. Бомба ставится. Грей 15 хп. Игра против Рока. Хэдшот. Это был хэдшот. И... Грин один будет заходить с длины. Ну вот... Да-да-да-да-да-да. Хитач посмотрел, но... Не знаю, это просто парапет либо длина, либо парапет, либо длина. И вот так вот метится. Ну всё зависит от того, как сейчас грин сыграет. Но он сильно особо не спешит. Вообще, Хитач его должен дать. Нет, всё-таки Грей, лол. Грей поставил. Минус. Три-два. Три-два. Не думал, что до этого дойдёт. Никак не думал, гайс. Очень чётко. Пока что всё идёт очень-очень чётко. У ребят из команды. Вов. Ну нет, у них получается отбивать. Сейчас, конечно, да, они в защите проигрывают. Но я думаю, если они подойдут к процессу немножечко серьёзней, то всё будет окей. Грин аркада. Ну вот, опять же, ляпнул я только при серьёзности. И вот такие вот бренные действия просто непонятные от грина. Нет, просто аркадить понятно надо когда-нибудь. Скалл его в итоге тупо взрывает. Там есть Рок из-за помойки. Сейчас пытается принять. Скалл не заходит. 68 хп у него. Зван центр. Но не рискует выходить, потому что боится попасть на стяжку. Стяжка уже пришла. Это Мотел. Да, всё пошла. У него здесь перестрелка. Мотел нафекал. Ну, один хп снёс Зван. Зван сейчас просто откроется. Рока, стрельба. Ой-ой-ой, Зван хорошо попадает. Порока. В итоге отхалживается на двери. Там уходит на Рилат-1. Пытается Скалл развести на себя на А. Какая игра от миндов командная. Вот это тимплей. Прямо вовремя отвлекает, чтобы его тиммейт вышел, убил. И в этот же момент, в этот же момент просто хитач запирает. Ну, это жесть. Полин, конечно, зашёл, но хитач запер. Видите, чем всё дело закончилось? Это уже тимплей. Это левел, друзья. 4-2. Командные действия пока что, в принципе, радуют. Всех нас. Ну, и это нормально. Это нормально. Что такое стяжка? Ну, перетяжка на карте. То есть, например, три игрока находятся вот... Например, вот здесь вот на мидле. Миддл это середина. То есть, это центр миддл. То есть, вот. Без миддла играть нельзя. Миддл вы занимаете всегда. Вот он. Вот это вот пространство. Вам его надо всегда занимать. Заходить сюда всегда в коробку. Чтобы был в коробке один из игроков. И пытался убить мидлу атаки. Ой, в защиту, если там кто-то стоит. Ну, это при атаке на альфу быструю. Стяжка это когда, например, два игрока стоят под бетой. Вот как сейчас было. Как сейчас было. Они стояли, ждали удобного момента. Под альфой нашумели. И была стяжка с альфа трёх игроков нападения. Чтобы помочь здесь на бете. И в итоге они просто взяли её и прорвали. Матео тут пытается крыть. Но крыть нечем. Тузы-то сбросили уже. Три в три. Бомба была установлена. Без козыря в рукаве. Действительно, сейчас будет действовать. Ребята из WoW. Но вот их прямолинейность. Это их, по-моему, самое лучшее качество в их стиле игры. Потому что они тут реально жестят. Матео упор. Грей уход. Ну, Грею здесь кэш один в два. Отыгрывать сейчас будет очень-очень неприятно. Грин тут два игрока. 30 кп отходит на спре. Ах, попытка стреляться. Но Грин здесь просто штопит. Дефьюз бомбы. И это 4-3. Но один лаунд преимущество. Волвы за собой сохраняют. Понемногу. Давайте смотреть. Затем, что может произойти. Из Иван ЦК, ОПИ. Опис проброса начинает сразу же. Ах, в ответ к ОПИ тоже влетает. Вот мне интересно, как он сейчас разыграет. А, он играет на чек. Он играет на чек. Он должен был сейчас давать заказ. Он на заказ у них никто не пошел. Вообще, иногда бывает так, что парни проходят просто заказ. Но здесь, видимо, из-за пинга просто не рискуют этого делать. Вот из заказа бы он смог там, в принципе... Если бы дать дым, дать гранат. Нет, там надо вдвоем выходить был по-любому. Все, забиваем на эту глупую идею. Не делайте так. Не ходите за кассу. Грин. Плэнт Зван пытается создать давление на парча. Ну, тут... Спрей, спрей, полуспрей. Ну, так еще один дым залетает. Грин нашивает через дым. По хитащу, по отшедшему. И... По пытавшемуся утихи, хитащу. Попадает скал на центре. 10 хитп. Сейчас будет просто минус скал. Минус скал просто ждет удобного момента. Здесь, посмотрите, вот тут какие прострелы гибкие. То есть здесь понимают сейчас вов, что это будет, скорее всего, стяжка. Вот у меня скал стяжки. Стяжка должна была быть, судя по всему, под альфу. Но под бетой просто не удалось разменяться в свою пользу. Поэтому мы продолжили создавать давление. И... Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Опи ноги открыл. Грей, 2 в 3, друзья. И два красных игрока есть. Грин. Нет, Грин здесь не дает Грею просто показать мастерство. И Зван. Последний. В атакующем звене. 1 в 3. Ну, вариантов у него здесь выхода много. Либо это длина, либо это альфа. Но, как видим, выбирает он длину. Попытается сыграть, как его тиммейт. Довести пострелебя до Грина. Он сейчас будет его пытаться, конечно же, всячески выцепить. То есть, это основная задача здесь, наверное. Ну, тот, наверное, уже ушел за бетон. Стоять полинг. На, да. Все закрыто у ребят из ВОВ. Поэтому они париться особо сильно не будут. А вот Минды будут, наверное, переживать чуть-чуть. Потому что они теряют раунд преимущества. Они могут на 2 выйти вперед. Могли выйти на 2 вперед. Но сыграли под Б. Очень-очень неосторожно. Так, ну вот Матео, походу, слышал. Да, Матео слышал просто звано, как он топал. 4-4. На второй карте, друзья, финала Асу Спринг Капа. Не так много, конечно. Такой большой счет, как хотелось бы увидеть, наверное, болельщикам команд. Но это интрига, в первую очередь. The One, ЦК, Джонни, БК. Гранаты влетают сейчас здесь в The One и Джонни. Джонни тут пока что пытался принимать. В итоге его взорвали. Грин открывает что-то в раунде снова, уничтожая просто подальфу. И, слушайте, он уже, наверное, раунд третий подряд не дает зайти на Альфу спокойно. Он не дает себя убить. И это реально решает. Недавно стоит, кстати, еще задуматься. Здесь, наверное, бывают синхронности в своих действиях на последний раунд. О, пиаркада БК не дал уйти Хитачу опять на ноль. В общем, Хитач пытается убежать просто всю эту первую половину. Но ему не дают этого сделать. Какие бравые мстители просто здесь. Ребята из Азербайджана. Но вот что будет на второй половине, не ясно. Все, здесь все спрыгнули и дружно пошли за Аскалом. Аскал со Аскалом смотрит на них, любуется и получает в голову. Ну, не в голову, но в тушку. 5-4, друзья, первая половина. В пользу команды Вов. Это нож, дорогие господа. Что, ждем смены сторон. Начало второй половины. Сейчас посмотрим на защиту миндов. Какова она будет. Атака была не важнецкая. Ну вот так. Вов сыграли очень хорошо. Показали, скажем так, характер. Ведь сначала отдали преимущество. Своим соперникам. Дали почувствовать им себя хозяевами ДЦ. Но потом развернули. Тео, привет. Вот Матео тут потихоньку передает привет. Ну и Зигину с Тушканом, конечно же. Зигину фронт 3D. Врываемся. Происходящее мы здесь с вами, ребята. И вторая половина. Ну, первый раунд. Один, наверное, из самых важных. Здесь для команды Вов. Если они его выигрывают. Ой-ой-ой. Под альфу в четвером. Да ладно. Да ладно. И тут чек Грей, Поллинг в ответку. Как видим, да, прошли. Грей, Плэн. 91 хп. Здорово. 73 у Поллинга. 23 у опи. Ну, нормально он нашил. Плюс бочка, плюс граната. Здесь, посмотрите, сразу идут хэшки на подъем. А скал будет либо сейчас аркадить, либо просто ждет. И тут, как видим, да, тоже есть прострелы, чтобы скал не ворвался, потому что упал дым. Но надо бы, конечно, ему здесь было сделать врыв. Он бы мог просто успеть пройти по улице, застать Барокко и опи, которые пытаются здесь активно прокинуть подъем. Минды, кстати, уже все практически стынулись под альфу и готовы будут принимать этот выход. А вот Матео гуляет у нас пока что в ожидании аркады. Грей, первый фраг в этом раунде. Ну и посмотрим на тактику первого фрага. Поллинг открывается на... Спятался за кассой, прошел дальше. Куча, куча просто дыма. Нашивы к лунта идут. Открывается Поллинг, прострел в дверь, и никто на него не лезет. Вов, конечно, сейчас самое время просто развернуться. Вот Барокко уже пошел сейчас в мидл. Рокко нужно выйти с мидла, потому что слишком много игроков защиты. Надо как-то забирать в спину, чтобы что-то было. Поллинг минус Грей, минус скал! Найс, заход в спину был сейчас от Рока, и в итоге Зуан с Хитачом остаются вдвоем. Рока, ЦК, и это минус Рока. Нееет, Рока, питон, достает минус Зуан, лол, 5 кп. Эх, минды, 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 ну не везет им сегодня, не везет им сегодня просто, ну никак. Вроде бы стараются, вроде бы все хорошо, но вот это что-то не дотягивает. Поллинг минус Хитач, друзья, это 6-4. Это 6-4, и по-моему все, все улов теперь хорошо. Ну, но ошибочное действие, все равно я в их игре заметил, это жесткий холд подальше. Я, конечно, понимаю, что они ждали контакта какой-то безлаберности от миндов. Они, да, они дождались, вернее, они не дождались ее, они просто пошли, взяли себя в руки, пошли и дали нужные фраги. Ну, главный, наверное, был фраг, это когда просто Рока зашел, оооо, и там в ЦК сейчас должен был как пострадать скал. А, нет, он между дверями встал, он только попал на прострел, когда в ширму шли. Тут, как видим, двери сразу нагревают. Менды волнуются, менды волнуются, видно это очень-очень, потому что стали играть очень нервно на чек Зуан минус Рока. Ну, стратегия первого фрага не сработала, то есть тактика первого фрага, скажем. Помните, как было на лан-финалах Стар-серии? Первый фраг взял раунд, первый фраг взял раунд, первый фраг, вот такие только и были раунды. Здесь пока до этого момента не дошло, так что просто смотрим. Опи, Матео. Да, все, они готовят альфу, начинают прокидывать на Грея. Так, Грей там между двух огней просто. Нет, Грей целый остался, после этого еще и нашил. А треки-то нет гранаты, что ли? Да, странно, Грин стоит по-прежнему на длине. Бездвижно просто, а Матео выходит на А, ну, вернее, выходил на А, не получилось. Опи, Полинг. Вот сейчас нет урока, который способен выйти с центра и дать минус 2. А не нужно было бы Полинг, 19 кп, Опи 76, минус Грин на длине. Ну, это внимательная игра, сейчас будет минус Полинг. Нет, Грей здесь, перисковать, конечно, против такого пинга не надо играть. Потому что немножко есть преимущества, я считаю, по пингу. Ну, конечно, не в этой половине хост, потому что находится сейчас у миндов, они сейчас себя более-менее комфортно чувствуют. Но в первой половине было явно видно, что... Ну, просто выходишь, ты стреляешь человеку в голову, чувак стоит, ему ну, плевать. Он дает стрейф вправо и тебя убивает сам. Ну что, последний Опи против пятерых. Идеальный раунд от Майнд мы здесь видим. Они играют без потерь, строго стоя на своих позициях, читая полную распитку на А. Не сдвинулись никуда, только побегали от гранат, ну и в целом все закончилось разменом. Все-таки была потеря, но не особо сильная 6-5. Ну, Вов оставляет за собой раунд преимущества. И пока Майнд не выйдет вперед на один раунд, ситуация для них будет напряженная. Соперник, конечно, здесь очень-очень трезво мыслит. Это стоит заметить. Давайте наблюдать. Матео, ЦК, Полинг вместе с ним, Грин. О, пирога, длина. 3-2, сплит-Б. Как видим, вырисовывается. Ну, идет размен гранатами. Все такое, Грин проходит этот момент под бетоном. Он его не считает, Топи помогает, убивает Джона. Ну, Грин теперь здесь должен открываться. Просто, да, на точку он это делает, потому что Джона нету. Есть А.У. Валяющийся заходит сюда, что Китач с ножом бежал. Зачем, не ясно. Инфа и 2 в 3. Ну, если Грин сыграет на бетоне сейчас ровно, то все будет окей. Но они тут стали перекрестным огнем, смотрят бетон, минус Сопи. Все, ласт остался Грин. Стреляется с парой, чем дает жесткое демейджо. Ну, мог дать жесткое демейджо, просто там все попало в ящик. И это... Ох, Скал. Минус Грин. 6-6. Поставил Скал заключительную точку в раунде, сравнял счет. Ну, и сейчас, наверное, шаг, уже ход конем должны делать просто ребята из WoW. Им, конечно, их можно понять. Им играть сейчас очень тяжело. В психологическом плане. Все-таки первую карту они проиграли в очень упорной борьбе. Я считаю, что... Если бы можно было дать два первых места, то эти бы парни... Попали бы по-любому, не перестал. Ну, как-никак, это еще и победители про-серии. Но напрягали они жестко. Видно, что готовятся, тренируются. Скал, центр, чек. Коробки, пошел проброс, подготовка А. Вот здесь сейчас ситуация по позициям такая же, как была в одном из раундов. Но есть преимущество. Гранатка. Вот она вот, ну вот чуть-чуть сюда не долетела, чтобы подскочить. И упасть вот сюда. Вот было бы вообще здорово! Скал минус Матео. Черт, 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 не дал зайти. Вот теперь уже начинают работать эти позиции, которые были запланированы сначала. Посмотрите, граната влетает просто впустую. Дым летает. Грейн, 82 хп после гранаты. Опи открывает здесь Б. Грин проходит так же. Они встают перекрестным огнем на Б. Готовы развести. Джонни один. Вот Джонни надо здесь сменить позицию в любом случае. Стоять здесь ему просто нецелесообразно ни капельки. Не, ну он может здесь стоять. Он может здесь просто сидеть, ждать, когда что-то будет. Потому что есть инфа, что Б отдано. Пока с Альфой не разберутся, сюда не пойдут. 4 в 3. Джонни ждет. Бомба Б. С дома ждут врыв. Скал ЦК будет заходить. Зелан уже здесь есть в упоре. Ему наживает Рока. 3 в 3. Врыв, подъем. И минус от Джонни. Минус от Скелла. Грин один. Уходит с плента. Убегает. Получает по спине. Минус 50 хп практически. Ну 42 снесли. Раунд преимущества. За миндами Грин сидит. Выжидает своей участи. Ой, с двух сторон. Вот пощекотал Грейн, конечно. Но если здесь сейчас не убирает Скалл, то здесь Грейн вряд ли это сможет сделать. Нет, Грейн успевает подойти. Бомба пищит. Скалл добивает. Да, все. Это фьюзбомба, друзья. Это 7-6. Эх, ну ход конем был просто потрясающий от команды Вов. Посмотрите, как сыграли. Уверенно вышли на А. Остались на позициях. Закрепились. Раскидали с улицы. Подъем. Майнд уже было подумали, что все это. Это А. Но если бы не Джонни. Джонни, конечно, здесь спас положение в раунде. То есть как бы он сделал следующее. Оставался просто на позиции на Б. Увидел, что один игрок прошел под бетон по длину. Понял, что это заготовка одного из предыдущих раундов. Дал информацию, дождался бомбы. Тиммейты перегруппировались. И вышли ЦК плюс дом. Поначалу, конечно, все было неплохо. Но я считаю, что Рока стоило забежать в дом. И не надо было переживать по этому поводу. Что туда кто-то пойдет, оттуда кучи выбивать. Лучше бы он там разменялся. Еще, может быть, было бы побольше шансов дать второй файк. Тогда бы смогли закрепиться более-менее нормально. Ну, а пока игра продолжается. Зуан, попытка убить Грина, уничтожает. Уничтожает Грина во всей красе. Хитач минус Полинг. Минус Опи. Минус Зуан. И Скэл Грей. Ну, тут просто серия фрагов и 8-6. Да, вов расслабились. Вот что-то написали большими буквами в чат. Видимо, сейчас будут пытаться собираться. Будут пытаться собираться. Так, выход на альфа быстрый. Ну, вот устали, видимо, вовсе сейчас играть стратежно. Решили сыграть опять прямолинейно. Я говорил, что вот у них прямолинейность, как бы именно вот такие жесткие раунды, когда они на обум бегут, сломя голову и на морозе берут раунды. Это чисто их фишка. Вот нет такой команды больше, которая может так же сделать. Нет, ну, может есть, но эти просто у них здесь все особенное. Ну, тут посмотрите. Видите, как быстро. Быстро сыграли, зашли, всех отстреляли. Сейчас будут пытаться Зуана выкурить из дома. Но он там... Он будет играть на профит, конечно. Будет собирать здесь фраги, стараться. Как бы понятно, что за ним пойдут. А пока что не убегает никуда. Он просто прячется. И вот здесь... Ой, попали вообще хорошо. К мне сейчас, конечно, 16 хп осталось. После такой перестрелки. Идите опи, минус опи. Но это придает уверенности. Давай дальше давить. Его хоть кто-нибудь с медла обошел. Да-да-да-да-да. Рок обошел с медла. И... Зван... Ну, в руке с гранатой. С чекой в кармане погибает. 7-8. Допы просим! Смотрим! Смотрим дальше за матчем. Грин. ЦК. Полинг с ним. Опи. На длине уже отдаются Джонни. Джонни как-то там вообще подгадал то, что его просто взял и зашил. Он там, видимо, просто прострелил. Он тут открылся головой. Здесь занятая ЦК. Грин попытка открыться. Зван будет помогать выбивать альфу. Грей дает гранаты пока что, которые влетают на мидл. Ну, это... Нет, я думал, дым это граната. Лол. Матэо проходит в этот момент по длине. И он один из ключевых игроков у ВОВ. Как, видимо, его Дана чекали и как гибает от Грея. Вот это уже, друзья, это уже называется как бы растерялись. Очень сильно растерялись. Тут ВОВ не поняли сложившейся ситуации по счету. Нет, по счету они все понимают. Они просто решили сыграть раунд, скажем, на нежданчика, чтобы догнать 8-8. Просто здесь уже миндов ничем не удивить. Они сейчас, походу, просто поняли все, на что ВОВ способны. И ВОВ пытается сейчас просто поразить нас. С такой вот игрой. Зачем-то пошел чувак по длине после одного трупа. Побежал. Вместо того, чтобы сыграть СК уверенно кучей народу и выбить хотя бы там 2 фрага каких-то для себя. Они решили... Решили сыграть ультра-агрессивно. Ну что, отымление. Был минус от рока. Здесь идет нашив под дым от Звана, но... Полинг не вышел. Полинг тусуется. Это, кстати, капитан команды, между прочим. ВОВ, кто не в курсе. Он, видимо, еще и координирует при этом, при всем. Полинг. Центр, выход, грей, 2 хп. Ох, там сейчас грей можно убивать. Это будет 2 в 3. А-а-а! Вот мы какие здесь хитрые бобры в России, да? Сел. Ему чекают. Мертвый. А есть. Рока минус Зван. Ну и выход. Полинг. Умирает. Рока. Это уже третий фраг рока просто в этом раунде. Ну, 1 в 2 против бета. Тут его начинают забрасывать. Он уходит. Ну, у него есть шанс уйти, поставить бомбу на альфу. Как же минды будут действовать? Вот нельзя, нельзя, нельзя отпускать так на альфу. Нужно, чтобы кто-то там оставался. В итоге я не думаю, что он пойдет на бета. Времени 54 секунды. Он успевает, он успевает дойти до плента и поставить бомбу. 10 секунд. Его здесь никто не закрывает. Чекают его. Пытаются стрелять. 110 кп. Рока проходит в плент. Надо кидать гранату просто срочно. Гранаты нету. Все, в начале раунда выбросили. Заходит. Подходит Скелл в упор. Будет ждать. Ну, все. Рока надо держать сейчас под контролем. Не давать ему отойти. Джонни Лолс дома ставит. Такой головошот Скеллдев бомбы. Это 9-7. Два раунда преимущества. И Вов не догоняет своих оппонентов. Кто-то из команды. Из азербайджанской команды. Между прочим, это единственная команда из Азербайджана, которая будет участвовать в старт серии. Так что... Но там они зажгут, я говорю. Я уверен, что, скорее всего, нам их придется ждать на второй сезон по-любому. Грей минус грин. Начало отличное. Она практически, возможно, в последнем раунде для команды Майнд. Но я думаю, все-таки надо побороться здесь, постараться. Да, вот он, Матео, борец за справедливость. Вышел в размен. Барокко минус Скелл. Грей сейчас будет пытаться принимать Альфу. Ну, там вот скопление игроков, нападение, как бы, понятно. Но они, смотрите. Они сделали минус. Пытаются пройти на улицу. На улице сразу же дают пробросы на подъем. Во! Вот это вообще красивая граната. Просто прям она идеальная. Если бы это еще был не дым, было бы круто. И залетела бы она кому-нибудь под пятую точку. Рокко уходит в этот момент, как видим, к длине. И это будет попытка замкнуть. Опи дает размен на граната. И опи... Нет, опи не вышел. Опи не вышел. 2 в 2. Сейчас Рокко будет заставать врасплох просто обоих. Но бомбу могут поставить на Б. Тут задача, наверное, миндов, как минимум, занять А и остаться на ней. Но Б потом идти выбивать. Это опасно. Касса, хедшот. Все. Рокко проходит в этот момент на Б. 110 кп. У него есть, в принципе, все мощности, чтобы поставить бомбу, спрятаться. Куча времени, чтобы потом отойти, занять более... Нет, занять лютеру нормальную позицию. Но все зависит от того, как он сыграет. То есть он может... Ну, да. Не самое лучшее решение. Вообще идеально было бы ему, на мой взгляд, попробовать сыграть вот отсюда. Раунд-то все равно последний. Здесь можно было бы неплохо сныкаться. И... В целом обмогли просто при заходе не заметить. Либо дать куда-нибудь сюда дым. Вот сюда. На пары, чтобы уж не такое палево было. 91 кп. Ну все, минды не лезут. Тут вдвоем по приседе. Как бы за один проходит. Китач нашив. Один падает. Пошли поджимать. Пошли поджимать. Все. Он здесь у нас, как видим, под бетоном будет деф-бомбу. Рока будет обходить. Ситуация у него сложная. Но бомба не дефится. Надо по Рабе дефить. Рока заходит. Минус от The One. И, друзья, команда Mind становится чемпионами. Чемпионами. Asus Cup Spring. Asus Open Spring Cup. Если быть точным, я уже заговариваюсь. Поздравим этих парней с победой. И Вов занимает второе место. Забирают. Забирают 25 тысяч рублей. 40 тысяч рублей достается команде Mind. И сыграли парни просто на ура. Удачи пишет Opi. GG пишет Hitachi. Удачи пишет Matteo. Удачи парни пишет Poling. Игра была просто великолепная. Ну и после такого Вов, наверное, сделают много выводов. И в Star Series будут играть совсем под другим углом. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Мы с вами увидимся на Star Series Star Ladder. А также на Fnatic Counter-Strike 1.6 Лиге. Мы ее будем для вас рекоментировать тоже этот весь месяц. По вечерам будем как-то пытаться комбинировать друг друга. Ну и, конечно же, ну и, конечно же, старт серии Star Ladder будет, наверное, самым горячим клубничным пирожком следующих двух месяцев моей-то жизни уж точно, да и жизни игроков. Ну, все. Всем пока. Всего всем удачи. Point Blank с вами смотрел Слэм. Стреляйте в голову на Star Ladder TV. Слэм.